Всем привет! Сегодня к нам приехала Алена, моя дорогая подруга. И мы сейчас будем готовить что? Она расскажет что. Всем привет! Сегодня я хочу приготовить вместе с Кристиной маринованную острую капусту. И сразу приступим к делу. В кастрюлю наливаем мы литру воды. Это мы готовим рассол, ну маринад. Да, мне уже Кристина помогает включать газ. В водичку высыпаем 200 грамм сахара, я уже заранее отмерила. 3 столовые ложки соли. 2-3 лавровых листика, у нас больших литриков достаточно. 200 грамм подсолнечного масла. Ой! Аккуратненько. И 200 грамм уксуса. Все. И ждем пока закипит. Не забываем помешивать, потому что на дне сахар. Он карамелизуется. И сразу приступаем мы к нарезке капусты. Шинковать ее. Теперь мы приступаем к шинковке капусты. Для этого нам понадобится 3 килограмма капусты, 200 грамм морковки мы натрем ее на терке, и 3 головки чеснока на чесночницу. И потом еще красный перец молотый. У нас есть вот такое незамудренное приспособление. Это наше, мое, еще мама на нем делает все. Очень быстро. Я вам покажу, как можно натереть капусту очень быстро. Только тут надо приловчиться. Вот такой замочек. Вот так регулируешь ширину, и будет видно, как можно нарезать. Вот попрошу Кристину. И таким вот незамудренным способом мы натираем 3 килограмма капусты. Она получается равномерная по толщине, ну и очень быстро. Итак, смотрите, что произошло за 3-4 минуты. Аленочка справилась как с заданием. Обалдеть! Я бы, наверное, терла часа 20. Здорово вообще! И сейчас мы будем натирать морковку. Так как у нас емкость небольшая, я сейчас сразу морковку натру сюда, перемешаю все, и потом мы сложим это все в кастрюлю. Ну, в емкость. Можно в миску большую, у кого что есть. Ой! Все, теперь мы перемешиваем. Объясню, маленькая ремарочка. Алена в перчатках. Потому что терка Джозеф Джозеф очень острая. И мы поранились. Поэтому у нас тут ноу-хау. Смотрите, как красиво. Да, сейчас... Черные перчатки по-модному. Не хватает тебе бургера, Блэк Стар. Да. И все было бы чики-пики. Не считая пореза. Ничего, зажима, по-моему. Как на собаке. А тем временем, быстренько покажу, пока она перемешивает, у нас кипит уже рассольчик. И просится, чтобы мы его заливали. Тесновастенько, но поместится, думаю. В тесноте до него бить. А, ну, кипятком дается. Сейчас кипятка, да, она сядет. До последней. До последней собрала. Крупненькую, крупненькую не потеряй там. Сейчас чеснок. Да. Давим чеснок. Надеюсь, здесь у меня беды не произойдет. Не произойдет. Убежал чесночок от нас, ну, ничего. Я не ожидала. И так все три головочки мы выдавливаем. Предпоследний этап, это мы добавляем красный молотый перец. Смотрите, вы можете сами регулировать остроту. Мы две чайные ложки. Можно меньше, можно больше. В зависимости от того, насколько вы любите острое. А черный не нужно? Нет, черный нету. Теперь берем рассол и заливаем рассол. Мы его прикрутили к пендалу. Будьте осторожны. Все, я аккуратненько делаю. Вот так вот. Вот так вот, как раз, чтобы перец и чеснок промочить. И он просочится туда. Он уже вот садится, видно, да? И что теперь делаем? Мешаем? Или просто накрываем? Можно накрыть. Накрываем. И тут она немножко села, поэтому будет немножко даже удобно и промешать. Вот так вот, типа, ну, вот, вроде запрятать чесночок внутрь, чтобы оно аромат больше. Аромат какой! Я уже все готова ее кушать. Да, я думаю... Я прямо ври, меня слюнки текут. Можно часов через три уже кушать. Я думаю, часика через три. Вот так-то. Это очень простой, быстрый рецепт. Смотрите, сколько она. Но вы просто обязаны его попробовать. Я кушала ее в школьном возрасте. Алена с мамой готовила. Это сколько лет назад? А, это будет секрет, не скажем. Вот. И мы сейчас решили это повторить. Чтобы она набралась. Все. Покажем вам ее через три часа. Три часа, да. Всем пока. Пока. Смотрите наши рецепты с Аленой и пишите комментарии. И, конечно же, лайки мы ждем от вас. И готовьте вместе с нами. Да. Итак, друзья, капусточка наша готова. Давайте попробуем ее. Так, что у нас здесь? Сколько она постояла по времени? Три часа. Ну, пахнет хорошо. А если бы еще холодная? Отличная капусточка. Но ее гораздо лучше так делать, чем квашеная, потому что квашеная сколько стоит? Долго. Неделю. И плюс у вас запах по квартире. Ну, если она на кухне, стоит они на балконе. Понимаете? А здесь раз, два, три, через три часа и готово. Ну, да. Сейчас ее отправляете в холодильник и завтра она вообще будет улет. Да, вообще крутая. Самое главное, много ее не есть. Чтобы газов не было. Никто сказал. Не забудьте подписаться и посмотреть все наши рецепты. лучше смотреть наши рецепты, чем политику и зомбоящик. До новых встреч. И ставьте лайк, Алене. Субтитры сделал DimaTorzok